Привет подписчики и зрители моего канала. В этом видеоролике я расскажу правду о том, как на самом деле уничтожали следы Тартарии, как уничтожали все тюркские народы и что сделали арабы для уничтожения халифата, Тартарии и ислама. Начну с того, что Бейбарс, мамлюкский султан Египта и Сирии, имеющий тюркское происхождение, решил объединиться с ханом Берке. Хан Берке по истории, первый из монгольских правителей, принявших ислам. Но есть очень большое «но». В то время территория Монголии и часть современного Китая были заселены тюрками. Самым многочисленным народом были уйгуры. Населяют они сейчас Синьцзянь, уйгурский автономный район. В прошлом это Восточный Туркестан, часть Тартарии, которая никогда не принадлежала Китаю. Если учитывать, что в халифате и Тартарии были бесплатная медицина и бесплатное образование, тогда возникает вопрос, с кем же они воевали. Это Хулагу, двоюродный брат хана Берке, против которого хан Берке, правитель Тартарии, она же Золотая Орда, объединился с султаном Бибарсом. Хулагу основал государство Хулагуидов, хотя история нам говорит, что это тоже монгольское войско. Также нужно учитывать и армии крестоносцев, которые были основным врагом Тартарии и халифата. Теперь пройдемся по Тартарии. Мне часто пишут о том, что Тартария это иностранное название, а правильно говорить Татария, потому как в русских источниках Тартарии нет. Но вот русская карта, где на месте Крымского ханства находится Малая Тартария, которая в свою очередь коронечит с Буджакской Тартарией. А вот еще одна русская карта. На ней все то же Крымское ханство подписано Малой Тартарией. Буджакских Тартаров переименовали в Белгородскую Орду. А вот и полная карта мира. Государство на русском языке называется Тартария. Народы там проживают, как мы понимаем, тюркские. Карта, которая находится в перевернутом виде. Если посмотреть на Каспийское море и Аральское море, то возле них мы замечаем государство Орда Касацкая, которое охватывает большую территорию. То есть, как минимум 350 лет назад на месте современного Казахстана существовало государство Орда Касацкая. На зарубежных картах также есть регион Казакия, граничащая с Туркестаном, но в составе Тартарии. На более современной карте это государство называется Касаки Тартары, но входящее в единое объединение Великая Тартария. Один из первых планов города Санкт-Петербурга, где один из самых первых районов Петербурга именуется как Тартарская Слобода. Назван в честь казанских и новгородских татар, потому что по истории именно они строили Петербург. Все ссылки будут в описании. Теперь рассмотрим, как же все-таки уничтожали Тартарию. Это город Джизак. А это Роватлыкские ворота, место штурма 18 октября 1866 года. Развалены цитадели. Дмитрий Свящевский, капитан Тюркестанской саперной роты. Имеет польское происхождение. Георгиевский кавалер, награжденный золотым оружием за взятие Джизака 18 октября 1866 года. А это Георгиевские кавалеры, имеющие знаки отличия военного ордена, полученные за взятие укрепления Джизак. Все они также имеют польское происхождение. После того, как силы Тартарии были частично разбиты, на захваченных территориях людей держали в нищете. Мазар Мир Хазыр Вали. На старом кладбище в Ярмазаре. А точнее сказать, все, что осталось от Великой Тартарии в том месте. Сейчас это город Ферган. Кокант. Дворец Сеид Худаяр Хана. Захвачен армией Российской империи. Строющееся мадресе султана Муратбека. Я ведь упоминал, что в Тартарии образование было на первом месте. И было бесплатным. Это и не нравилось Европе. Потому как абсолютное большинство людей было образованным и независимым. Мадресе Чарсу. Нищее население выживало как могло. Абсолютное большинство дворцов, мадресе и жилых домов было уничтожено. У вас должен быть только один вопрос. За что? Что сделало государство Тартария такого, что Европа решила его уничтожить? И что такого сделали азербайджанцы и казахи? Что их многовековую историю вычеркнули, исказили и объявили новыми государствами? Для начала давайте разберем генеалогию древних императоров Тартарии. Потомков Чингисхана из книги «Исторический атлас» Николаса Гудевиля 1721 года. Перед нами схема потомков Чингисхана, которых автор документа разделил на четыре ветви. Первая владела Капчаком, он же Кипчак, то есть югом современной Украины и Молдавии, а также территориями Кавказа и нынешнего Татарстана. В русской версии это Половецкая степь. Вторая ветвь потомков Чингисхана управляла землями Трансаксана или Загатаем, он же Узбекистан, и Туркестаном. Третьей ветви принадлежала Золотая Орда, страна Моголов, то есть Индия, Тартария и Северный Китай. Представители четвертой ветви потомков Чингиза правили в землях Харасана, Персии и Индии. Но здесь упомянуты только потомки Чингисхана. На самом деле ареал распространения власти тюрков был намного шире. Начнем с Европы. На картах до середины 18 века можно видеть владения Тартар в Восточной Европе. Это Буджакская и Малая Тартарии. Впоследствии Буджакская Тартария частично перешла в управление Османской империи. Оставшаяся часть называлась Тартария Чаковской. Малая Тартария именовалась также Ногайской Тартарией. Крымская Тартария перешла под управление Османской империи. Если посмотреть вторую карту Евразии, мы видим государство Российская империя и государство Тартария. Когда Российская империя начала выбивать Османскую империю, Буджакская тартария переименовалась в Бессарабию. В исторической ремарке сказано, что европейцы понятия не имеют, в какой точно период тартары завоевали эти земли. В 15 веке тюрки, ранее севшие в Анатолии незадолго до взятия Константинополя, овладели землями, которые стали называться Малой Тартарией. Позже, к 1740 году Россия завоевывает территорию Османов и переименовывает Малую Тартарию в Малую Россию. Очень важным в понимании ситуации является то, что Тартария взяла эти земли без войны, и в Европе тогда все знали эту информацию. Тюркские народы заселили эти земли, так как им нужно было обезопасить себя от регулярных крестовых походов. Спустя 300 лет от набегов крестоносцев было принято решение отодвинуть границу в Европу. А теперь еще важнее момент. 7 октября 1253 года в городе Дорогачине, который расположен на реке Западный Буг, состоялась коронация и помазание Галутско-Волынского князя Даниила Романовича королевской короной, присланной от Папы Римского Иннокентия IV. При коронации королевская корона была принята Даниилом Калицким от всех своих епископов. Этим князь подчеркнул, что не только он коронуется, а также и сама Русь. После обряда коронации Папа Римский Иннокентий IV дал Даниилу Романовичу титул короля Руси. Этот титул Папа Римский дал Даниилу за то, что тот поведет всех славян, которые не подчинились Риму в крестовый поход на Орду. И именно Даниил смог поначалу одержать несколько побед, но затем был разбит и отброшен к дальним границам Руси. А теперь посмотрите на карту Европы и представьте, что земли, которые сейчас находятся под управлением Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Белоруссии, Украины, России, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдовы, платили дань в столицу Тартарии до прихода Петра I. В 1642 году, согласно Афанасию Кирхеру, в Поднебесной разлилась Желтая река, то есть Хуанхэ. Мощное наводнение привело к гибели более 300 тысяч человек. Очевидно, что именно это событие повлияло на общую обороноспособность Китая Чины и сыграло на руку Тартарии. Тюрки из приграничных регионов, которые взяли себе самоназвание Маньчжуры, оказываются по ту сторону Великой Китайской Стены в 1644 году. Через 20 лет гражданской войны Китай-Чайна официально переходит под управление новой династией Цин. На трон сажают молодого и перспективного Тартарина, то есть уроженца Тартарии, а его земляки прочно входят в элиту страны, постепенно смешиваясь с местным населением. Тартарская императорская династия прекращает строительство Великой Китайской Стены, теперь она им попросту не нужна. То, что халифа Тарда и уйгуры, которых называли монголами, и впоследствии Великая Тартария заставили платить дань половину Европы, мы уже знаем. Но как Европа смогла одолеть государство, которое имело сильнейшую армию на планете и было образованным? Та европейская часть населения, которая платила дань в Тартарию, была обманута идеей о собственном государстве. И вот этот обманутый, самый многочисленный народ Европы двинулся в Тартарию. И это было относительно недавно. Как нам известно из достоверных источников и карт Ватикана, Тартария существовала до 1812 года, после чего началась ее ликвидация с помощью новейших орудий и мощных пушек. Я не буду рассказывать о всех событиях, а только расскажу то, что вы должны знать. Снимок 1918 года. Британские войска на пути в Баку. Почему в Баку? Потому что там добывают нефть. И после того, как в 1812 году началось уничтожение Тартарии, Азербайджан был захвачен. Но уже к 1900 году Османская империя решила освободить свое братское государство. Также стоит упомянуть, что славяне и тюрки строили храмы для европейцев. Тогда и становится ясно, кто хотел захватить Баку. А захватывали его по приказу вот этого человека. Если кто не понял, это Ротшильд. И да, Российская империя контролировалась Европой. Так как еще в 1870 году нефть из России увозилась на продажу. Но денег от продажи так и не увидели ни азербайджанцы, ни русские. Но вернемся в историю. 14,5 тысяч пехотинцев из Османской империи, Дакистана и Азербайджана защищали Баку и окрестности. В то время как 29 тысяч солдат Британии, России и их союзников имели при себе новейшее оружие. На вопрос, где же следы древнего Азербайджана, ответ простой. Их более 200 лет уничтожали. Сардарский дворец в Ареване был построен тюрком и полностью уничтожен. Мечеть Аббаса Мирзы. Сам же Аббас Мирза был тюрком, а вернее иранским азербайджанцем. Абсолютно все великие крепости, которые были на территории Азербайджана, были уничтожены. Вид на минарет мечети Тазапир. Повреждена снарядами в 1918 году. В Королевском географическом обществе Лондона есть отчет о государстве Азербайджан, которое было разделено между Россией и Персией. При этом в России была большая его часть. Кому будет интересно, можете перевести. И вы будете шокированы от того, какие города принадлежали Азербайджану. До его сопротивления армиям России и Британии. Но если Азербайджан уничтожала преимущественно Россия и Британия, то кто же занимался ликвидацией Туркестана? Ну, во-первых, это Чехословацкий корпус, который находился по всей территории бывшей Российской империи. Из официальных данных достоверно известно, что именно они устроили геноцид славян и тюрков, несмотря на то, что сами были славянами. Французская армия также активно принимала в этом участие. Японские войска уничтожали славян в Приморье. Войска Соединенных Штатов прибыли во Владивосток, чтобы покорять Сибирь. Ну и, естественно, главным организатором киноцида тюрков была Британская империя. Ссылки на статьи и карты я оставлю в описании. Это снимок одной из старейших в мире карт, сделан лично мною в Ватикане. Как и в предыдущих картах, государство казахов существовало еще 470 лет назад. И называлось Казаки Тартари. Еще одна карта. Граница России и Тартарии проходит по реке Волги над Каспийским морем, закатаемый калмыками государства Казаки Тартары 400 лет назад. И еще одна карта. И снова видим такую же ситуацию. Казаки Тартары, под ними закатай Тартария, то есть Узбекистан. На вопрос, где древняя архитектура Казахстана, вы и сами знаете ответ. Все уничтожалось от истории до архитектуры. А еще я вам обещал рассказать, что сделали арабы для ислама, халифата и Тартарии. Это Лоуренс Томас Эдвард, британский агент, который повел арабов войной на османский халифат Тартарию, обещая при этом, что арабский народ станет богатым. И ведь частично он сдержал свое обещание, если судить по королям и шейхам государств в том регионе. Но нам он известен как Лоуренс Аравийский. Именно этот спецагент Британской империи скоординировал все так, чтобы Османская империя была уничтожена. Также его корпус принимал участие в битве за Баку и захватом Британии и Туркестана. А это снимок тех тюрков, которые боролись с басмачеством. Но ни единого тюрка я на них так и не увидел. Важным моментом нужно отметить, что не только тюрки, но и славяне, которые жили на той территории, боролись с армией СССР, Дашнак Цютюн, Китаем, Персией и Афганистаном. И 30-тысячная армия билась на протяжении десятилетий со 180-тысячной армией. При этом из 30-ти тысяч к 1942 году осталось всего от 20 до 40 человек. И это несмотря на то, что в 1942 году Гитлер уже как три года уничтожал славян России, Украины и Белоруссии. Первоначально Тартарию разбила русско-французская армия, а впоследствии их добивали всей планетой. В Голодомор за один год было уничтожено 22% населения Казахстана. В целом с 1900 по 1942 года Казахстан потерял примерно 5,5 миллионов населения. Украина потеряла 12 миллионов населения. На сегодняшний день информацию об этом бессмысленно искать, так как большинство материалов, свидетельствующие об уничтожении населений, попросту уничтожены. Уйгуров было уничтожено с 1949 по 1965 год порядка 26,5 миллионов. На сегодняшний день осталось 10 миллионов. К большому сожалению, тюрки не выдержали последний крестовый поход, а государство, столицу которого строили татары, отблагодарило их геноцидом. Славян, которые разбили Тартарию, отблагодарили тем же геноцидом в виде Первой и Второй мировых войн, а также Голодомора. Тюркским и славянским народам никогда не предоставят возможности объединиться, хотя такой факт в истории уже присутствует в рукописи войнича, где указывается, как славяне и турки объединились, потому что знали, что будет война. И после написания рукописи ее вылезли из московского Кремля поляки во время оккупации и уничтожения славян Руси. Спасибо за просмотр. Если мы узнаем о том, что татары это были ближайшие братья наши, это легкая конница вообще наша, потому что ни одно славянского седла или меча вы на всей территории России найти не можете. У вас мечи будут, значит, викинговские, а седла будут тюркские, да, а на всех еще щитах и шлемах арабская вязь. Это надо или затирать, или убирать, или не иметь возможности это объяснить. Почему древнеславянская экспозиция ни разу не выставлялась в этих главных музеях страны? Почему японская, фламандская, немецкая, итальянская? Когда показывают наверх, это не Путин и Ельцин, это РПЦ, которые ни в коем случае не хочут, чтобы мы думали иначе, чем предлагают нам думать о том, что мы жили в лесу и молились к лесу.